В современной жизни любое мощное электромагнитное влияние на организм человека будет сказываться негативно, в том числе и на том, что мы называем внутренне биологическое время. Знание о необходимости синхронизации внутреннего биологического времени с некими естественными, природными часами, с неким камертоном энергетическим, которым является, с одной стороны, Солнце и период обращения Земли к Солнцу. Но этот период обращения, он напрямую связан с еще одной очень важной вибрацией, с одной очень важной частотой, которая во всех древних текстах фигурирует как собственная частота Земли. В древней египетских текстах она называлась Рен. Рен человека, Рен Земли, то есть его собственная внутренняя биологическая частота, которую делает человека индивидуальностью. Потому что если бы чисто гипотетически представить, что Рен одного человека абсолютно идентичный Рен другого, все как-то, два человека бы слились. То есть Рен Цел раз как единое целое, это невозможно. Если мы видим две разных планеты, у них разные Рен. Поэтому сейчас, на данном этапе развития, мы только начинаем догадываться о том, что несинхронизированное, неестественное, неприродное электромагнитное влияние, а это всегда частота, это определенная энергия частиц, влияющая на человека, негативно скажется на его здоровье. И напротив, любое естественное, природное, как говорит древний текст, помаат, энергетическое влияние, хорошо воспринимается энергосистемой человека, его здоровьем. И у человека в какой-то момент себя начинают проявлять необычные способности. Подобного рода знания, оно хорошо сохранилось в древних текстах и всегда учитывалось при строительстве хроновых комплексов и пирамид. Для того, чтобы оказать особого рода влияние на организме человека, и это влияние, оно простимулировало его творческую активность, развитие каких-то парапсихологических способностей, ясное видение и слослышание, это влияние, оно должно быть, во-первых, сугубо природным, естественно, с другой стороны, оно должно быть как бы выделено из общего энергического потока Земли. Потому что мы находимся как бы под дождем этого потока. Но лишь определенные энергии оказывают на нас определенное очень важное воздействие. Какие-то энергии нужно ускорить, какие-то энергии нужно замедлить. Для того, чтобы это осуществить, необходимо знание о том, что этот феномен существует, и знание о том, с помощью каких инструментов это может быть достигнуто. Все в совокупности это привело к тому, что в какой-то момент, достаточно давно, в высоко развитой цивилизации, передали любое знание о том, как строить такого рода устройство. Для того, чтобы человек раскрыл в себе определенные способности, которые присущи изначально, они записаны как бы в его ДНК, в его коде элитическом, необходимо использовать природные энергии. Не какие-то искусственные, а именно природные энергии. И эти природные энергии, как правило, излучаются ядром Земли. В древних текстах об этом есть прямое указание, и это очень важная энергия, она называлась в Древнем Египте, например, и в частности у Ариев «ра». Это некое, некое общее представление о энергии жизни, использование которой открывало перед человеком необычные возможности. Но эти же тексты в той или иной форме говорят о том, что для решения одних или других задач человек должен выделить определенные диапазоны этих энергий, то есть определенный поток. И этот поток, в зависимости от поставленной задачи, он должен быть либо ускорен, либо замедленным. Для решения именно этих задач, высоко ответственные древности, которые в текстах управляются как в Боге, дали людям информацию о том, как строить такого рода устройства, энергетические устройства, которые, с одной стороны, стимулируют в человеке внутренние энергетические потоки, потому что сам человек является источником энергии. Но, с другой стороны, они дают информацию о том, как построить инструмент, который концентрирует, выделяет определенные потоки Земли, и в частности, в первую очередь, это связано именно с собственной частотой Земли, с реальной Земли. И эти энергетические потоки должны быть затем синхронизированы с энергосистемой человека. Точнее, энергосистема человека должна быть синхронизирована с ними. Речь идет о строительстве пирамид и конфигурации, разной конфигурации пирамид. Он говорил о том, что эти пирамиды строились вокруг для разных людей и для разных целей. Помимо пирамид, мы сталкиваемся и с так называемыми лабиринтами. Лабиринт – это буквально осколок, это элемент некого древнего устройства, от которого практически ничего не осталось. Но это устройство имело прямое отношение к тому, что мы на сегодня бы назвали энергетическим источником. Этот лабиринт – это все равно что крыло от шаттла. Вот лежит разбитое, погоревшее крыло, и мы понимаем, что оно принадлежит к какому-то средству техническому. Но по крылу очень сложно определить, как он выглядел изначально, этот самолет. Так и здесь. Но говоря о древних устройствах, с полной уверенностью можно говорить о том, что это были устройства для усиления определенного энергетического потока, природного энергетического потока, который они синхронизировали с человеком, они настраивали человека на этот поток, поток на человека, и тогда этот поток соединял человека с информационным полем Земли, как бы пронизывая собой все пространственные, временные, континуумные, скажем так, всю эту многослойную структуру. И человек получал доступ к общению с богами, с себе подобными в других мирах или в правильных мирах. И что в данной связи очень важно сказать, что для решения такого рода задач необходимо очень четкое представление и знание о том, как устроена Земля и ее инфраструктура, какие участки Земли, какими потоками обладает, как устроено время, и в первую очередь не только как источник энергии, но как система, которая создает многомерную структуру, информационную структуру, без понимания и без умения владеть и знать, как владеть полем и времени, доступ к информации в других измерениях вообще эволюционный опыт, он закрыт. Поэтому в самокупности, говоря о том, что это за энергии, это, наверное, сумма энергии. Но что очень важно запомнить всегда, это должны быть естественные природные энергии. Это не могут быть какие-то приборы. Ну, в самом грубом приближении, например, там какой-нибудь прибор типа ДНС, что-то такое, когда, как они говорят, вот мы сканируем органик, у человека берем вибрацию из какого-то здорового участка, передать его на больной, таким образом лечь. Нет. Это все искусственные дела. Таким простым способом это все не решается. Древние, понимая это хорошо, ничего не выдумывали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!